Здравствуйте! Новости Дагестана с последними событиями на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов. Коротко о главном. У большинства нет документов по качеству и безопасности продукта. Россельхознадзор проверяет местные павильоны столицы республики. Кадастровая оценка, плюсы и минусы. Обсуждение вопроса прошло в Доме дружбы. О чем говорили чиновники, депутаты и общественники, расскажем через несколько минут. Лечение бесплодия. Рекламу видели многие, но положительный результат не у всех. Об одной из эффективных методик лечения сегодня в выпуске. Магомед Маликов возвращается в ММА. 23 ноября дагестанский тяжеловес возглавит турнир лиги FCA по дворце спорта имени Али Алиева. Опасения, реалии и пути совершенствования. Под таким названием прошел очередной круглый стол по вопросам государственной кадастровой оценки в республике. В обсуждении приняли участие чиновники, депутаты Народного собрания и представители общественности. Профильный министр Агарагим Кагиргаджиев доложил о предварительных итогах проведенной работы. Он напомнил, что государственная кадастровая оценка сегодня идет по всей стране. В Дагестане она проводилась в 2013 году, после чего эта работа была приостановлена. По мнению чиновника, за это время кадастровая оценка в республике устарела. В комиссию, которая будет работать при Минном веществе, мы собираем экспертов, действительно, людей, которые разбираются. Собираем и, естественно, будем рассматривать все абсолютно предложения от всех абсолютно заинтересованных, в том числе и общественных организаций. Но, единственное, я скажу так. Пожалуйста, предлагайте реальных людей, которые специалисты... Депутаты, в свою очередь, поинтересовались, как проходит кадастровая оценка в республике и указали на системные, по их мнению, ошибки, которые отмечаются при проведении данной работы. 42 мясных павильона проверили в Махачкале. Сотрудники Россельхознадзора совместно с администрацией города провели совместный рейд. Оказалось, что в большинстве случаев владельцы магазинов не имеют документации, подтверждающей качество и безопасность продукции. Больше половины из них не зарегистрированы в федеральной системе «Меркурий». Предприниматели, занятые реализацией мясной продукции, о том, что им необходимо, в первую очередь, зарегистрироваться в информационной системе «Меркурий». И реализацию данной продукции производить только после проведения ветсанэкспертизы и получения ветеринарно-сопроводительных документов. На этом рейды не завершатся, сообщают в администрации. В ближайшее время также будут проверены магазины, находящиеся на территории Ленинского и Кировского районов города. Продолжается реконструкция центральной площади Махачкалы. Накануне мэр столицы Салман Дадаев вместе с главой Республиканского комитета по архитектуре Низиром Гусейновым проверили, как идут ремонтные работы. Алина Багилова расскажет подробнее. Ремонт площади перешел в активную фазу. Уже заменено больше 300 метров водостока. Около 2000 метров кабеля установлено освещение, а также созданы уклоны для отвода воды. Работа по реконструкции идет в круглосуточном режиме. Бригады строителей работают по смену. По словам главы города, самый сложный этап уже позади. 50% работ здесь уже выполнено, потому что большая часть это подготовительная работа. Очень важная работа в части укладки бетонной подушки под дорожное покрытие, для того, чтобы имела возможность проходить специальная техника, в том числе и во время проведения парада. И сейчас остались поверхностные работы, а именно укладка брусчатки и укладка гранита. Я думаю, в течение месяца мы уложимся в эту работу. После ремонта по замыслу авторов проекта площадь должна стать любимым местом отдыха как для махачкалинцев, так и для гостей столицы. Поэтому контроль за ходом реконструкции идет постоянный. Бывая дня, когда мы не проходим, не смотрим, не являем какие-то вопросы, замечания, которые нас волнуют для того, чтобы их подправить. Даем рекомендацию по поводу увеличения количества техники. На сегодняшний момент здесь, естественно, очень большая количество техники, а именно это один большой фронтальный подвижщик, два малых фронтальных подвижщика, четыре эскаватора. Каждый день приходит большое количество фур из разных уголков России с мрамором, с гранитом, брусчаткой и другим строительным материалом. Реконструкция должна быть завершена до конца этого года. Судя по темпам ремонтных работ, бригада строителей должна успеть все сделать в намеченные сроки. Если ничего не сорвется, то в Новый год на новой площади. Будет красоваться новая праздничная елка. Алина Багилова, Нурмагомед Магометов, телеканал ННТ Махачкала. Продолжается ремонт дорожного направления Махачкала-Буйнакск-Леваши-Верхний Гунип. Несмотря на постоянные жалобы водителей, долгие годы данная дорога не подвергалась капитальному ремонту. В рамках реализации государственной программы по развитию дорожного хозяйства 15 километров пути уже обновлены и работы продолжаются. Напомним, что в целом по программе Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики капитальным ремонтом охвачено 300 километров дорог. В населенном пункте Абада Хунзакского района наконец-таки появился газ. Голубое топливо провели в рамках государственной программы по устойчивому развитию сельских территорий. Газификация была начата еще в 2008 году, но приостановлена ввиду недостатка финансовых средств. Общая стоимость объекта газификации в селе, где проживают более тысячи человек, составила 56 миллионов рублей. Наконец-то к нам пришло сегодня голубое топливо. Мы очень рады, очень благодарны. Кто участвует в этом делу, всем мы благодарим. И низкий поклон всем, которым помог нам, чтобы мы получили такое чудо. У нас очень суровый район, почти 6-7 месяцев у нас зима, поэтому нам и угля, и дров не хватало. У нас леса тоже нет, поэтому мы очень благодарны. Большое вам спасибо, что нам повели этот газ. Проблема бесплодия в Дагестане стоит достаточно остро. В республике до 20% супружеских пар сталкиваются с трудностями зачатия ребенка. Но бесплодие не приговор. Так считает и подтверждает на своей практике врач-уролог-андролог профессор Ахмет Азизов. Уникальная методика и лечение. Уже 30 лет врач дарит возможность познать радость материнства тогда, когда, казалось бы, нет никаких шансов на успех. В продолжении темы сюжет Хадиж Курбановой. Трехлетний Саид делится своими предпочтениями в еде. Он один из самых маленьких домочадцев семьи Расуловых. Всего здесь 9 детей. А ведь было время, когда семейная пара не могла зачать и одного ребенка. Отчаяние и потеря надежды на радость отцовства одолевали Магомед Саида. Но до встречи с доктором Азизовым. Пять лет где-то вот так не получалось детей. И случайно я попал к Азизу, выписал мне лечение. Да, вот мы проходили это лечение, это как он выписал. И вот после этого в Москве же родился Магомед. И после него получилось у меня пять мальчиков, включая не уж шесть. И потом девочка и вот сейчас жена в положении вторая. Вот он… Девять детей у нас. Да, девять. После посещения врача проблем с репродукцией не возникало. Многодетный отец с такому пополнению в семье безмерно рад. У него две жены, одна из которых беременна. Теперь он советует профессора Азизова всем, кто встречается с такой же проблемой. Так, в Кировауле это не единственная семья, обратившаяся за помощью в клинику уролога. У Сулеймана Магомедова четыре года не было детей. Обращался куда только можно. За решением проблемы ездил даже в Египет, но нашел ее только в родном Дагестане. Это для меня, конечно, был шок. Хвала Аллаху. После лечения, через месяц, у меня супруга забеременела. Это говорит, я говорю, ну, от священного детей, что он дает детей. А я всего лишь причина этому. Мне это всего больше всего поразило, честно скажу вам. Первоначальное даже общение с этим человеком вселяет надежду, потому что видно, этот человек, ну, от него таким каким-то позитивом несет и умеет успокаивать, умеет слушать. Ахмед Азизов – врач-уролог-андролог с 30-летним стажем работы. Принимает в Махачкале. В месяц к нему по проблемам бесплодия обращаются более 20 семейных пар. При этом каждая пятая семья, по его словам, в Дагестане сталкивается с трудностью зачатия. Раньше, считает врач, все эти сложности сводили к проблемам непосредственно в женщине, не рассматривая при этом мужское влияние. Однако роль мужчины ключевая, считает врач. Именно поэтому профессор ведет прием и рекомендует лечить обоих партнеров. Мужчина во всем мире, он становится слабее, особенно в плане, значит, фертильности, в плане плодовитости. И этот процесс происходит, конечно же, в том числе и в Дагестане. Прерывание беременности или невинашивание беременности в выкидышах. Мы винили только женщину, говорили, вот мужчина свое дело сделал, беременность достигнута, а дальше нести – это уже проблема женщины. Сейчас выясняется, что в выкидышах происходит и по вине мужчин. И этот процент, 40-50%, в выкидышах зависит от здоровья мужчины, от того, какая информация заложена в сперматозоидах, насколько они полноценные. Доктор медицинских наук, профессор, подходит к лечению с индивидуальной программой. Уникальность системы его подхода заключается в том, что врач умело совмещает медикаментозную форму лечения, народную медицину и физиотерапию. Но первоочередное здесь считает врач умение успокоить пациента, расслабить его и вселить надежду на выздоровление, даже тогда, когда, казалось бы, надежды нет. Люди, когда у них и год, и два, и пять, нет детей, они, естественно, серьезно нервничают. Они находятся в постоянном хроническом стрессе. И вот такое напряженное состояние нервной системы снижать иммунитет, снижают различные другие функции организма. И поэтому определенным образом оно является также одной из причин отсутствия беременности. И, конечно же, мы детально разговариваем как с супругом, так и с супругой, подбираем им различные методики психологической разгрузки. Статистика бездетных пар как в республике, так и по всей стране большая. В Дагестане до 20% супружеских пар не могут завести детей по состоянию здоровья. Затягивать с обращением к врачу в этом вопросе не стоит, считает Ахмед Азизов. Первые месяцы попыток зачатия проблема поддается лечению гораздо проще. В клинике представлены новейшие препараты. Кроме этого, на сегодняшний день ведется активное сотрудничество по обмену опытом с медицинскими компаниями других регионов страны. Сегодня клиника Ахмеда Пермакомедовича – это медицинский бренд региона, который вносит свой значительный вклад в развитие демографии Дагестана. Многие, кому он помог, в честь врача называют своих первенцев. Мне приятно, конечно, не столько, что моим именем назвали «мне приятно», но вообще, когда люди страдают, переживают, и у них появился первенец, это, конечно же, большое счастье. И ты чувствуешь, что ты не зря живешь на этом белом свете. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Магомед Маликов возвращается в октагон и возобновляет карьеру профессионального бойца ММА. 23 ноября дагестанский тяжеловес возглавит турнир Лиги ФСА во дворце спорта имени Али Алиева в Каспийске. Известный спортсмен не выступал уже пять лет. Его соперником станет боец из Гиргизии Абдулкасым Якубов. Напомним, что Магомед Маликов провел 10 профессиональных поединков, выиграв из них 7. Самую громкую победу в спортивной карьере он одержал над двукратным чемпионом мира по боевому самбо Александром Емельяненко. Этот бой прошел еще в 2011 году и завершился сенсационным нокаутом на 23 секунде. В Самаре проходит чемпионат России по боксу. В эти минуты спортсмены выясняют отношения в полуфиналах. Накануне до этой стадии дошли семеро воспитанников дагестанских спортшкол. Пятеро из них уже успели провести встречи. Так только что в финал в своих весах пробились Расул Салиев и Шахабас Махмудов. А Гусейн Магомедов, Вадим Мусаев и Джамбулат Бижамов в своих поединках уступили. Тем самым они стали бронзовыми призерами. Вечером за право выйти в финал поборются Шарабудин Атаев и Магомед Мурат Арсланбеков. Бои за золото чемпионата страны пройдут завтра после 18 часов. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. Оставайтесь с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова